В период подготовки к Олимпиаде в Сочи были построены железнодорожные мосты и тоннели. Таких объектов 1240. И вот все это хозяйство нужно было передать так называемой управляющей компанией. Таковой и стала Адлерская дистанция инженерных сооружений, специально созданная в сентябре 2013 года. Вот, например, самый длинный тоннель в пределах Северокавказской железной дороги протяженностью 4600 метров, по которому электропоезда движутся в сторону Красной Поляны. Данный тоннель оснащен всеми сегодня современными средствами пожарной сигнализации, средствами видеонаблюдения, средствами, датчиками, управляющими процессом полностью жизнеобеспечения тоннеля. Следим за климатом в тоннеле, то есть постоянно поддерживаем определенную влажность. 390 человек работают на Адлерской дистанции инженерных сооружений. Второй год коллективом руководит 35-летний Дмитрий Тиновенко. Потомственный железнодорожник, как отец и дед, решил связать свою жизнь с железной дорогой, начав свой трудовой путь с должности монтера. Окончил Ростовский госуниверситет путей сообщения, получил специальность инженера-строителя железных дорог. Работу свою любит и считает важной и нужной, и такой же подбирает себе коллектив. Я не стараюсь не брать таких людей, которым просто нужна работа. Я стараюсь брать таких людей, которые к своей работе будут относиться с какой-то любовью, можно так сказать, чтобы они приходили на свою работу, и они любили и ценили свою работу. И, может, не всего себя давали работе, но действительно работали так, чтобы за ними потом не приходилось переделывать. Главное требование молодого руководителя – дисциплинированность, потому что производство опасное. Здесь профессионализм на первом плане, а у начальника – ответственность за каждого железнодорожника структурного подразделения.